Добро, тогда я просто с тебя запитаю, звідки ты проехал, где ты живешь, как тебе працюется, останние півтора-два роки, как тебе конференция в онлайне, и ты вперше выступаешь, чи поделись своим досвідом. Всем привет, да, я выступаю первый раз. Спасибо, спасибо. Как мне конференция? Ну, пока что мне все очень нравится, реально, очень классная атмосфера, все такие добрые, общительные, все очень классные, крутые специалисты, мне очень понравились предыдущие доклады, спасибо большое спикерам, спасибо большое оргам, что сделали такой интересный сабантуйчик. Вот, сам я из Киева, как уже упоминали, Юля, работаю в компании Fiverr. Собственно, ну да, мне все нравится, все очень круто. Что ты будешь говорити, и для кого твоя доповедь, какую, скажем, миссию, да, свою доповедь ты несешь? Почему ты вирішишь выступать? Да, сегодня я хотел бы поговорить про микросервисы, про микросервисную архитектуру, в принципе, про то, как их правильно строить, и про плюшки использования NSJS для этих целей. Вот, кому это будет интересно? Ну, наверное, тем, кто входит в мир бэкэнда, наверное, фуллстэком, в принципе, новичкам в программировании. Ну, и, наверное, фронтендерам тоже будет интересно, так как это, ну, в общем, об этом вы узнаете в докладе, почему это будет интересно. Класс, спасибо тебе, не затримаю, гарную доповедь, погнали. Окей, спасибо большое. Да, всем привет еще раз. Меня зовут Андрей Троян, еще раз, я из компании Fiverr, еще раз. Вот, сегодня мы поднимем такую тему, как микросервисы, когда они полезны, для чего они вообще нужны, какие их плюшки и, наоборот, какие могут быть минусы, и почему их в некоторых ситуациях стоит строить на NSJS. Вот, перед началом доклада я хотел бы напомнить про наш квиз. Мы разыгрываем кучу прикольных пляжных призов. Вот QR-код, по которому можно пройти небольшой JavaScript-тестик. Также его можно найти на баннерах с атрибутикой Fiverr по локации. Вот, будем рады видеть вас в победителях, так что, пожалуйста, проходите. Результаты мы огласим в конце доклада, так что у вас есть еще 40 минут примерно. Вот, начнем с небольшой предыстории. Объясню на примере Fiverr, почему микросервисы могут быть полезны. Возможно, как некоторые из вас знают, Fiverr начинался в далеком 2010 году. Ну и начинался он, собственно, по приколу. То есть создателям Fiverr просто было интересно, на что люди готовы ради 5 баксов. Ну и, как вы понимаете, гиги там были изначально абсолютно бредовые. Там, типа, не знаю, скручу сальтуху за пятерик, там, отвешу ляжку другу, там, не знаю, запишу видеопоздравления, всякое такое. То есть это было больше такой, ну, ресурс по фану больше. И, как вы понимаете, юзеров у такого ресурса было не супер много. От переизбытка с трафиком мы тоже не страдали. Вот, поэтому изначально над какой-то супер кучерявой и продуманной архитектурой никто особо не парился. И выглядело все это дело примерно вот так вот. То есть изначально был монолит на Ruby on Rails, модном в те времена. И все это дело бегало на MySQL базе данных. Ну, какое-то время это работало довольно хорошо. Потом время шло. Fiverr становился все более и более популярным. База разрасталась, трафик рос, юзеров становилось все больше. Эту архитектуру становилось сложно поддерживать. И возникла потребность в дополнительном слое кэширования запросов. В роли него выступил нам кэшт. Вот. Это решило проблему на какое-то время. Но, как вы понимаете, тоже у кэширования запросов были свои недостатки. И это не решало проблему фундаментально. То есть это была больше как такая затычка. И все равно со временем, с ростом трафика, это все дело было очень сложно поддерживать. Все выглядели примерно вот так вот. Также росла команда. Разработчики начинали лапать одни и те же места в коде. Куча конфликтов. Тесты начали бегать. Просто вечность. Запросы в базу улетали за, не знаю, там за сутки вообще. Ну, в плане обрабатывались сутки. Потому что она становилась очень большой. В принципе, логика разрасталась, становилась сложной. И все это хостить в одном монолите, это было довольно геморройно. Вот. Поэтому в какой-то момент времени было принято решение переписать все это дело на микросервисы. И давайте же познакомимся с микросервисами. Кто это такие и с чем их едят вообще. Вот. Вот микросервисная архитектура – это подход построения приложения, в котором логика диверсифицирована на несколько таких маленьких подприложений. Каждый из них хостится отдельно. У каждого своя логика, своя база. То есть они полностью независимы друг от друга. Общаются такие микросервисы чаще всего через какой-то месседж-брокер. И у микросервисов обязательно должен быть какой-то гейтвей, куда улетают запросы от юзера и который распределяет их по нужным сервисам. Вот. Ну, то есть, как можно видеть на диаграмме, юзер шлет запрос, он падает в этот гейтвей, отправляется в какой-то нужный сервис. Если надо, этот сервис общается через месседж-брокер с другими этими приложухами и возвращает какой-то результат. Вот так это дело и работает. Вот. Что такое микросервис? В принципе, довольно сложно дать четкое определение, но есть какой-то перечень реквайрментов, которым микросервисы должны следовать. В первую очередь, они должны быть слабо связаны между собой. То есть один микросервис вообще не должен быть в курсе про внутреннюю кухню другого. Ну, ему и не надо, собственно говоря. Вот. Дальше они должны независимо друг от друга развертываться. То есть каждый микросервис хостится в каком-то отдельном контейнере с отдельной базой, полностью независимо от других. Когда мы деплоим один, нам не надо деплоить остальные. Каждый микросервис должен быть организован вокруг каких-то бизнес-потребностей. То есть, грубо говоря, один микросервис решает какую-то одну бизнес-нужду. Ну, не должно все быть, опять же, в одном большом микросервисе. Ну, это тогда монолит выходит. Также микросервисы должны иметь максимально умные эндпоинты и тупые каналы коммуникации. То есть никакой логики не должно быть в каналах коммуникации. Там должны быть максимально короткие информативные сообщения, которые… Ну, в общем, логика обработки этих сообщений должна хоститься в самих микросервисах. Ну, и, конечно, децентрализированный контроль над данными, над языками, над фреймворками, технологиями, над всем. Если мы используем какой-то один язык или фреймворк в одном микросервисе, это нас абсолютно не обязывает использовать его по всем остальным. Вот. Ну, собственно, и что с этого? Давайте теперь посмотрим, какие плюшки дает нам такой архитектурный подход. В первую очередь, организация команд. Над монолитными приложениями мы все привыкли работать в функциональных командах, когда у нас есть отдельно команда фронтендеров, отдельно бэкендеров, отдельно дизайнеры, отдельно, там, не знаю, какие-то продуктовые чуваки. И это выглядит логичным, но тоже есть недостатки у такой структуры, потому что очень много времени уходит на коммуникацию между этими командами. То есть, там, не знаю, если нам надо разработать какую-то одну фичу, сначала продуктовые чуваки это все придумали, пошли к дизайнерам, а ну, нарисуйте, те нарисовали, потом идут к бэкендерам, они там состряпали какую-то опишку для этого, потом те идут к фронтендерам, а ну, чуваки, сделайте морду для этого всего дела. Вот, и на вот эту коммуникацию уходит очень много времени. А, плюс еще и надо дождаться какой-то, ну, насобирать банч этих фичей, чтобы потом все это разом задеплоить. В общем, долго. Над микросервисами чаще всего трудятся кросс-функциональные команды. Это такие независимые, самодостаточные единицы разработки. Когда в одной команде у вас сосредоточены, ну, все специалисты для полного цикла разработки фичи. Чем это удобно? Тем, что, во-первых, мы не тратим вот это время на коммуникацию между командами. Во-вторых, таким образом границы команды подкрепляют также границы микросервиса. Согласно закону Conway, у нас структура приложения повторяет структуру команд, которые над ним работали. И поэтому это может быть полезно тоже, как, ну, в общем, если вы вот этой кросс-функциональной командой должны очень часто общаться с какими-то другими командами для разработки ваших фичей микросервиса, то это может быть уже первый звоночек того, что что-то организовано не совсем правильно. Вот. Следующая плюшка — это у нас масштабирование. Микросервисы отлично масштабируются горизонтально, потому что нам не нужно плодить инстансы огромного монолита. Представим, что у нас не хватает ресурсов для какого-то одного из сервисов монолитом. Допустим, для желтого ромбика у нас не хватает каких-то ресурсов. Нам нужно плодить инстансы этого монолита столько раз, чтобы этих ресурсов хватало. В итоге мы их наплодили. Желтый ромбик в порядке. На все остальные сервисы с избыточными ресурсами они гуляют. Из-за них надо все равно платить бабки. Ну, платить бабки в принципе неприятно. Еще и когда из-за зря это делать, то вообще не алло. Вот. С микросервисами же такой проблемы нет. Если нам не хватает ресурсов для желтого ромбика, мы плодим инстансы только желтого ромбика. Если там, не знаю, для тучки, мы только тучки плодим инстансы. Вот. То есть у нас не гуляют ресурсы, у нас нет лишних расходов при таком масштабировании. Дальше микросервисы развертываются независимо друг от друга. И опять же это плюс, потому что нам, если мы изменили какую-то часть логики в одном микросервисе, нам не нужно передеплоивать весь монолит, потом весь его перетешивать там со всеми вытекающими. То есть мы задеплоили просто одну маленькую часть этого приложения. И, ну и собственно все. Это в принципе, ну в принципе деплоить маленькие приложения намного проще со всех аспектов. Ну и плюс тесты гоняются быстрее и так дальше. 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 Ну и конечно же при таком подходе приложение намного более устойчивое к каким-то падениям. Потому что если у нас упадет один из микросервисов, скорее всего это не понесет за собой цепную реакцию. То есть у нас не обвалится вся приложуха, там юзер не может ей пользоваться и так дальше. А тем более, если это какой-то микросервис, который отвечает за приныканную настройку, которую юзер меняет раз в полгода. И если он упадет на два часа, то большая вероятность того, что юзер вообще не заметит какой-то ошибки. Вот, что тоже довольно приятно. Но, конечно, микросервисная архитектура не идеальна. У нее тоже есть свои недостатки. В частности, инфраструктуру такого приложения сложнее поддерживать. Потому что у нас много каких-то контейнеров. Каждая приложуха хостится отдельно. Много баз данных. И иногда девопсам приходится попотеть над такой архитектурой. Также коммуникация между этими микросервисами занимает больше времени, чем в монолите. Ну, очевидно, потому что если мы общаемся через, тем более через какой-то месседж-брокер из разных приложух, то, очевидно, это возьмет больше времени, чем если мы отправили какое-то сообщение внутри одного приложения. Дальше, тестирование. Тут есть как свои плюсы, так и минусы. Например, юнит-тестирование становится намного проще, потому что надо покрывать тестами какой-то один маленький, понятный, логичный кусок кода. Ну, один микросервис. Но если мы говорим про какое-то глобальное тестирование, то есть что-то не работает в приложении, а у нас еще там с десяток под приложений, то надо еще идти, искать, где что отвалилось, где это фиксить, как это фиксить и так дальше. То есть, ну, какое-то глобальное тестирование становится, наоборот, более муторным. Вот. Теперь поговорим про такого зверяка, как NASJS. Что это вообще такое, зачем он был создан. Ну, на вопрос, зачем, можно ответить строчкой из документации NASJS. И его философия заключается в том, что это первый фреймворк для ноды, который решает архитектурную проблему. В принципе, уже очень много всяких фреймворков, лип, всяких, там, не знаю, технологий, которые решают, там, большинство всяких проблем. Но NASJS предоставляет нам именно архитектуру довольно гибкую и удобную, прям с коробки. Что у NASJS под капотом? Под капотом у NASJS всем привычный, всем полюбившийся экспресс, с которым наверняка все работали, все знают, все слышали. Но при большом желании его легко поменять на Fastify. Зачем это делать? Тупо потому, что Fastify быстрее. Справедливости ради стоит сказать, что эти бенчмарки с официального сайта Fastify, поэтому тут слегка они приукрашены. Но согласно всем статистикам, Fastify действительно быстрее в полтора-два раза экспресса. Из чего состоит структура приложения? Она состоит из вот таких вот кирпичиков, из таких модулей, которые включают в себя контроллеры и провайдеры. Это разные типы классов в NASJS с разной областью ответственности. Про это чуть-чуть позже поговорим. Эти кирпичики являются собой какую-то фичу. Ну и, конечно, есть какой-то корневой кирпичик, который мы все это импортим. Вот так это дело выглядит. То есть, допустим, у нас есть какой-то главный модуль, мы туда импортим какую-то одну фичу, вторую фичу, какой-то кусок логики прямо в нем пишем. И, в общем, с этими кирпичиками очень удобно и понятно, как играться. Вот. Теперь про составляющие этих кирпичиков. Что такое контроллер? Контроллер — это класс, который первый видит, грубо говоря, запрос от юзера. То есть, ну, это класс, отвечающий за обработку запросов. Когда юзер шлет какой-то реквест, помимо всех фильтров и пайпов, первым делом его handlet контроллер и дальше отдает на обработку, ну, туда, где это надо обрабатывать. Примерно вот так выглядит код этого контроллера. Не знаю, видно там что-то или нет. Но это просто для наглядности, чтобы понять, что, в принципе, он довольно читабельный, даже без каких-то особых знаний. Ну, то есть, в принципе, все понятно. Вот у нас get-запрос, забираем параметр, обрабатываем, отдаем в какой-то гиг-сервис. Вот, как-то так. Дальше провайдеры. Дальше провайдеры – это у нас классы, которые мы можем инжектить дальше в какие-то другие провайдеры или контроллеры. Обычно все вещи происходят как раз в этих провайдерах, в частности, в сервисах. Это один из видов этих провайдеров. То есть, ну, принято делать так, как по-хорошему. Там контроллер принял какой-то запрос, отдает все эти данные в провайдер, ну, в сервис, там оно его обрабатывает, возвращает респонс. Конечно, мы можем стандалить всю логику прямо в контроллер, но это плохая практика. Его стоит держать аккуратным, чистым, читабельным, чтобы не возникало потом вопросов, где тут что отвалилось. Ну, то есть, в контроллере у нас все и так, все максимально коротко. Вот. Ну, и, собственно, сам модуль. Модуль включает в себя все вот эти классы, какой-то кусок логики, который дальше мы можем куда-то импортить. То есть, вот мы можем создать какой-то юзер-модуль, какой-то ордер-модуль, все это потом зашуровать в аппликейшн-модуль. Ну, и у нас таким образом образуется какая-то понятная и прозрачная иерархия всего приложения. Вот. Модуль выглядит примерно вот так вот. Тоже абсолютно ничего военного. Вот. И что мы можем вообще делать с модулями? Мы можем добавлять туда контроллеры. Это мы уже разобрались. Ну, классы, которые обрабатывают запросы. Можем добавлять туда провайдеры. Как раз вот во время инициализации этого модуля будет создаваться инстанс этого класса. И таким образом мы можем играться с областью видимости. То есть, если там надо, допустим, сделать синглтоном какой-то класс, мы просто можем же шуровать его в какой-то там главный модуль или в какой-то шерт-модуль и просто экспортить его потом оттуда. Вот. И есть, собственно, импорты. Это то место, где мы включаем другие модули в модуль, с которым мы сейчас работаем. И есть экспорты. Это место, куда мы включаем классы, которые мы хотим экспортить. То есть, которые мы не хотим пересоздавать каждый раз, а просто создать один инстанс и экспортить его из этого модуля. Наверное, на этой нотке уже все догадались, откуда была слизана архитектура NSJS. Это, понятное дело, Angular. Поэтому все, кто с ним работали, все, кто его видели, им будет довольно понятно, как работать с NSJS. Ну, и с этим вообще не должно возникать проблем. То есть, почитая 10 минут документацию, можно уже там напедалить какую-то API-шку. Вот. Так как архитектура была слизана с Angular, очень многие плюшки также NSJS у наследовала с Angular. Например, пайпы. Как можно догадаться с названия, пайпы — это тоже один из вид провайдеров, который отвечает за какую-то обработку данных по ходу доставления их до контроллера, собственно. Так, как использовать пайпы? Их использовать довольно просто. И их можно использовать по-разному. Вот, допустим, в этом примере мы видим, что в Decorator Query мы передаем вторым аргументом parseIntPipe. Это вшитый пайп в NSJS. И вообще там очень много полезных пайпов идут с коробки. Конечно, можно написать свой. Это абсолютно несложно. Просто имплементим класс с одним методом transform и пишем там логику обработки наших данных. Вот, помимо… Ну, в общем, эти пайпы мы можем использовать абсолютно по-разному. Можем прокидывать их для конкретного аргумента, можем использовать его для всего метода, можем использовать для всего контроллера, можем вообще для всего приложения. Вот, ну и, как я уже сказал, довольно много пайпов идут с коробки. Один из них, от которого я вообще в восторге был, это ValidationPipe. Его очень легко инициализировать при создании приложения. И дальше можно его использовать для валидации пайлода, который нам заходит в реквесте. То есть здесь мы видим в верхнем экране, в верхнем скрине, что мы просто объявляем тип пайлода createUserDTO. И, собственно, вот здесь уже проходит валидация. Мы просто описываем этот объект, этот класс createUserDTO. Тоже благодаря встроенным декораторам NSJS мы можем описать каждое поле в этом классе. И если пайлот, который нам пришел, не соответствует этому классу, там какое-то поле, которое из notempty, оно, допустим, отсутствует, или, не знаю, email, это у нас просто какая-то строчка, которая не является email. То есть если там где-то что-то упало, NSJS обязательно вернет какой-то внятный, адекватный, понятный респонс. Это тоже довольно удобно. У NSJS из коробки идет куча ошибок с уже готовыми понятными месседжами. Также можно создать свои ошибки, которые просто наследуют HTTP exception. NSJS тоже будет их красиво хендлить. И плюс эти фильтра, которые ловят эти ошибки, можно по-своему кастомить, можно дописывать, внедрять туда какую-то логику. Например, если вы хотите добавить логику логирования, то вот это как раз хорошее место, чтобы это все дело сделать. Также стоит обратить внимание на то, что у разработчиков NSJS есть какой-то свой отдельный фетиш на декораторы. Это довольно удобно. Их реально много идет с коробки. Вот, например, если возвращаясь к примеру с контроллером, мы можем увидеть, что то, что этот класс является контроллером, мы описываем с помощью декоратора. Методы HTTP request мы тоже описываем с помощью декораторов. И даже для получения каких-то данных из request object мы тоже используем декораторы. Вот, это только то, что касается контроллеров. Вот эти декораторы, идущие с коробки, мы можем увидеть документацию. То есть они идут с коробки. Это для описания параметров этих хендлеров, хендлеров request. Но на самом деле их там еще, не знаю, с добрых десятков, с семь, наверное, для абсолютно разных целей. Ну и, конечно, декораторы тоже можно дописать свои при желании, при потребности. Вот, теперь поговорим про преимущества NSJS для построения микросервисов. В принципе, микросервис на NSJS ничем абсолютно не отличается от любой обликухи на NSJS. Единственная разница только в каналах передачи данных. NSJS предлагает нам другой уровень транспортировки данных. Они называют это транспортером. По дефолту эти транспортеры идут, этот транспортер идет TCP. Мы его указываем при создании приложения. То есть, когда мы пишем микросервис, то там, в общем, там есть метод create application для микросервисов. Мы просто используем метод create microservice и указываем там, какой канал передачи данных нам подходит. Вот, но если нам не подходит дефолтный, также NSJS предлагает вот такие транспортеры для работы со всякими message-брокерами. Тут и всем известный Redis, и RabbitMQ, и Kafka, и там многие другие. Но если вам и этого недостаточно, то вы всегда можете написать кастомный. Это делается абсолютно несложно. Тоже просто имплементим класс, и все, и мы в дамках, и можно использовать. Вот, дальше стиль месседжей, который предлагает нам использовать NSJS, он поддерживает два стиля общения между микросервисами. Это request-response и event-based. Чем они отличаются? Request-response удобно юзать, когда нам надо удостовериться в получении данных и получить какой-то ответ. Если мы там общаемся, допустим, напрямую с каким-то другим микросервисом, и нам надо удостовериться, что наш request точно дошел, то тогда это хороший метод, чтобы доставить это сообщение. Event-based — это когда мы просто шуруем какие-то ивенты, нам не обязательно удостоверяться в том, что они дошли. Ну, или мы можем для этого использовать какие-то другие техники. Вот, ну и, конечно же, для этого дела у нас тоже есть свои декораторы. Просто в контроллерах вместо get, post, put и так дальше мы используем, вот, собственно, event-паттерн или message-паттерн, где просто задаем паттерн месседжа, ну или ивента, который нас интересует, и эта функция будет его слушать. Вот, отправлять такие сообщения тоже абсолютно несложно. Несседжес предлагает нам использовать client-проксик класс, у которого есть метод send. Также это вшитый класс в Несседжес, и мы просто указываем паттерн и пейлот, и все, и отправляем это сообщение. В принципе, абсолютно то же самое с event-based. Единственное, что мы используем не send, а emit. Ну, мы типа как имитим event. Вот. Ну и, собственно, как мы в Fiverr используем такие микросервисы. Небольшой пример. Конкретно я работаю на проекте LogoMaker. Это, по сути, инструмент для пассивного заработка, для пассивной монетизации работы дизайнера. То есть, это не какой-то гик на заказ, а дизайнер просто может нарисовать красивые логотипы, когда у него есть время, когда ему не впадло. Он все это загружает на Fiverr, и дальше юзер может выбрать из этих логотипов какой-то себе. То есть, он заполняет коротенький бриф, где он указывает, что ему интересны, допустим, логотипы, там, не знаю, какие-то серьезные или веселые, там, какие-то в желтых или светлых тонах, там, не знаю, ну, в общем, описывает, какой логотип ему интересен, там, что, допустим, обязательно должно быть на логотипе, там, не знаю, солнышко, собачка и заборчик. И потом он может выбрать один из этих логотипов, как-то его закастомить сразу в браузере и купить. Таким образом, абсолютно без участия дизайнера, он покупает себе логотип, а дизайнер зарабатывает денежку. Выглядит все это дело примерно вот так вот. То есть, у нас просто есть SVG, которую мы можем редачить в браузере онлайн. И это сразу, вот справа, блин, я не знаю, если там видно, но, в общем, там это SVG, и она в реалтайме просто меняет какие-то параметры и подгоняет логотип так, как хочет этого юзера. Вот, но что делать с этой SVG-шкой потом? Мы же юзеру не выплюним просто SVG-шку, типа, на, чувак, используй. Ему надо какой-то готовый сет картинок, которые он может сразу использовать. Там, не знаю, для каких-то инстаграмов, для каких-то твиттеров, для соцсетей, для фавиконок и так дальше. Чтобы сгенерировать эти картинки, мы как раз и используем микросервис на SVG. Такой маленький фан-факт. У нас все микросервисы называются именами каких-то тварей. Там у нас есть всякие Персей, Пегасы, Химеры. И вот как раз микросервисы на SVG у нас называются Пегасами. Мы можем наблюдать его в синем квадратике справа. Вот. И как этот флоу происходит? Мы, юзер отрядачил свой логотип, и потом он отправляет запрос с вот этой SVG-строчкой в наш Пегас. Вот. Пегас долго думает, генерирует, ладно, он не долго думает, но он какое-то время думает, генерирует кучу картинок для разных целей. Там всякие зум-бэкграунды, всякие FW-конки, аватарочки для твиттеров, для инстаграмов, для всего этого дела. Пакует это все в зипник, отправляет на AVS. Когда на AVS… А, извините. До того, как он генерирует это все дело, он шурует ивент в кавку о том, что генерация началась. Потом, когда он все это дело генерирует, дегенерировал, загрузил на AVS, он шурует еще один ивент в кавку о том, что генерация закончилась. И, собственно, потом сам логомейкер получает из кавки линку на этот AVS, в котором юзер, собственно, может получить все то, за что он заплатил. Вот. Примерно как-то так. Мое мнение, что NESGS — это довольно удобная и кастомизируемая штука. Она очень много чего дает с коробки. Это все действительно очень удобно и понятно. Ну, NESGS — это, наверное, единственный фреймворк, который я открыл такой и не чувствовал себя полным додиком. То есть мне не приходилось гуглить типа «how to NESGS». Там все, в принципе, довольно понятно, особенно если вы раньше сталкивались с сингуларом. И он, как это сказать, не деревянный. То есть если какой-то из дефолтных функционалов вам надо переписать, то это делается довольно просто и легко. Вот. Если вы вдруг хотите со мной дружить почему-то, welcome. А так у меня все. И хотелось бы еще объявить победителей, которые вы играли в нашем квизе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!